Всем привет! Рад видеть всех своих друзей на канале Казак ТВ. И сегодня у нас, надеюсь, полезное видео для новичков, потому что вы, я знаю, что у меня крутые пацаны на меня подписаны. Кто не подписан, обязательно сделайте это дерзкое действие и нажмите на колокольчик, а лучше еще и в Инстаграм залетите. Значит, многие люди мне пишут в Инстаграме Казак, как смазывать правильно цепь, как ее мыть, а вот у меня парафин, а вот у меня парафин не держится, и, как оказалось, дикой проблемой. Люди мало того, что не знают, как правильно вымыть цепь, так они еще не знают, как ее потом обратно поставить на велосипед. Ну, то есть там же ролики на переключателе есть, и надо же понять, как цепь шла по этому роликам. Ну, я не думал, что это на самом деле так сложно, но, как оказывается, вопрос на самом деле серьезный. Цепь-то вымыть тоже, на самом деле, это достаточно недешевое удовольствие, и, ну, если вы хотите сделать это прям вот вообще, как европейцы, используя весьма дорогущие разные дегризеры, использовать весьма недешевые разные машинки и щетки. И когда у вас велосипед стоит тысяч пять гривен, вам бы сильно не хотелось бы еще столько же потратить на то, что я вам только что показал. Нет, правда, потому что вот эта машинка стоит, по-моему, тысячи полторы только. Я вам покажу, как можно вымыть цепь дорогим методом и, скажем так, максимально простым. У нас вот есть всякие жижи, у нас вот есть всякие самодельные щеточки. В общем, сегодня будет достаточно весело, то есть можно будет цепь вымывать, скажем так, и недорого. Также я вам покажу, как можно вымыть цепь, не снимая с велосипеда, ну, то есть можно просто там ее вымыть, как бы и не париться. А покажу вариант, как снять замок цепи, потому что вы знаете, что никто уже давно пины не выкручивает с цепи. Для этого прекрасные господа придумали из велоиндустрии замок цепи, который просто выстегивается, вы снимаете цепь. И не забывайте, что чистая цепь, неважно, вымытая отдельно от бакалашки или на велосипеде, при любых раскладах, дает вам экономию в 5-7 ватт. Я знаю, что большинство пацанов, которые сидят, и девчонок у меня на канале, им насрать на эти ваты, но они их это не интересует, они не используют паврометры, они не используют костюм, как в секшопах продаются, вот этот вот полностью цельный, обтягивающий. Но для ребят, которые ездят очень далеко и следя за секундомером, ваты, знаете ли, ну, очень важный момент. Ну, кроме шуток, когда у вас вымытая цепь и смазанная, ну, вам реально легче крутить педали, ну, это факт. Ну, это тут прямо сильно лучше, чем у вас засранная цепь, вы едете, или еще хуже, не смазанная, вам реально это делать тяжелее. Попробуйте как-нибудь. Просто многие катаются на шанах, и у них цепи. Я думаю, смазки не виделись с момента, как этот велосипед с коробки достали. И они едут, и им так тяжело. Я говорю, цепь смажьте, прям вообще велик аж взлетит. Это правда. Мы начинаем. Сучара. Находим наш замочек, берем съемничек для замка, он может быть вот такой, лизайн универсальный, может быть любой другой. Вы даже можете плоскогубцами это сделать, вы просто так вот сжимаете, и по диагонали зажимаете плоскогубцами, выстегиваете свой замочек. Здесь все реализовывается чуть проще, просто вставляете. У нас есть две цепи. Одна с велосипеда, которая висит у нас тут на дереве. Здесь консервант еще используется, это новый абсолютный велосипед, новая цепь. Ну и он катался в грязи, по карпатскому дождю, и еще и поверху смазался маслом, масляная смазка. То есть тут полностью уничтоженная цепь. Полностью новая. Ну тут типа на велике один раз, три дня покатались. Вторая цепь с моего велосипеда использовалась значительно масляная смазка, не парафина. Езжу сейчас, тестирую масляные смазки. И как видите, она чуть лучше выглядит, хотя тоже считается грязноватая. Так вот, вот эту цепь мы помоем с вами в баклажке, потеребонькаем, сейчас все я вам покажу. А вот эту цепь мы помоем на велосипеде. Посмотрим, что с того выйдет. Что нужно, чтобы вымыть баклажки цепь? Баклажка с широким горлышком. Здесь я рекомендую вот такого вот чайка. Здесь широкое горло, очень легко закидывать цепь и достаточно легко будет отсюда доставать ее. Чем мыть? Можете порошком, можете фэйре, можете дегризером вот таким вот, дорогущим. Я вам напомню, он гривен где-то 600 или 800 стоит. Знаете, сколько стоит новая цепь? Ну вот 11 скоростная с этого велика. 620 гривен. Кстати, купить можете в нашем магазине. Нет, по-настоящему цепь стоит 620 гривен. И дегризер для цепи стоит столько же. Поэтому весьма рекомендую что-нибудь вот такое, очень дешевенькое. Эта калоша стоит гривен 30 за пол-литровую такую бутылочку. Это самый безобидный растворитель. Это по словам Славика нашего. Потому что Славик именно этим растворителем вымывает вилки, все загрязнения жирные. Все, что в роликах про ТО, про переборки, он вымывает калоши. Потому что многие спрашивают, что же вы там льете, какой там раствор. Вот, именно вот этим мы вымываем. Это же очень хорошо вымывает и цепь. Я вам покажу, что насколько. Выливаем, ну, не супер много. Я думаю, сколько будет достаточно. Сколько здесь? Ну, миллилитров 200 где-то мы вылили. Это более чем достаточно. Сразу же, смотрите, чернота пошла. Я напомню, он прозрачный этого цвета. А мы еще даже ничего не делали. Просто налили. То есть вам вот этой вот бутылочки хватит, ну, раза три, наверное, помыть. Но мы же учитываем то, что мы сливать-то не будем. Здесь же осадочек весь останется. И можно потом чистенько слить и еще раз использовать. То есть это многоразовый растворитель. То есть вот прям на много раз вам. Закрываем крышечку. Немножко потеребонькаем. Ну, и в принципе оставим. Желательно часа на два, на три. У нас столько времени нет. Сейчас пока мы будем мыть вторую цепь. Ну, может быть минут 30 она тут поваляется у нас. Второй вариант. Берем вот такой очиститель для цепи. Он достаточно недорогой. И наносим его на цепь, на кассету и на переднюю звезду. Это все нужно чистить. То есть цепь нужно чистить не только цепь. А цепь у вас ходит по передней звезде, которая тоже куча грязи. По кассете и роликов на переключателе. Вы это все должны полностью на велосипеде вымывать. То, что мы сняли цепь отдельно моем, это означает, что на кассету можно забить на втором велосипеде. Это также нужно все вымывать. Кассету можно снять, звезду можно что-то не снять. Но нам это впадло делать. Мы это все сделаем на велосипеде, просто для удобства лучше снять. После того, как нанесли дегризер на цепь, на кассету, ну, абсолютно на все места, которые нужно вычистить, наносим теперь на наши щеточки и теперь помогаем дегризеру. Хотя и так уже видно, что цепь немножечко у нас уже осветлилась, но можно вот так вот две щеточки взять, скрутить резиночкой и с двух сторон вот так вот посещать цепь. Теперь звезду переднюю. Ну и еще разочек пройдемся дегризером поверху. Теперь смываем все водичкой, смотрим на результат. После того, как мы смыли водичкой, берем салфеточку, ну или можете тряпочку взять, я не знаю, мне удобнее использовать бумажные салфетки. Протрем немножко от лишней влаги и желательно снять цепь и просушить потом. А загрязнений-то я не вижу. На поверхности все хорошо, цепь здесь белоснежная, все классно, но нам важно не поверхность, а чтобы хорошо работала у вас цепь, ее хорошо вымыть, мы должны вымыть ее изнутри, где пины идут. Вот оттуда хорошо вымыть смазку. Как понять, вымыли ли мы оттуда смазку? Достаточно просто. Нужно снять цепь. Снова нам пригодится наш ключик. Звук чистой цепи. Внутри вообще нет ничего. Вот она вся вот так вот трахтит. Это идеально чистая цепь. Изнутри и изнаружи, и откуда угодно. Другой вариант. Вы просто берете цепь и скручиваете ее. И вы должны услышать хруст. Ну, или почувствовать ее руками. Если хруст есть, значит песок, всякий абразив, еще не вымылся с пинов. Никакого вообще хруста нет. Просто вот я проворачиваю, она чистейшая внутри. Полностью чистая. Потрясающе. Сколько потратили? Минут 10. И все готово. Но мы же использовали дегризер, и цепь у нас была не сильно грязная. А теперь давайте посмотрим, что с нашей цепью, которую мы оставили в баночке с калошей. Можем протереть еще звезду переднюю, посмотреть, что у нас тут по загрязнениям. Абсолютно чистая звезда. Ролики наши. Вот они все-все чистенькие. Чистые, чистые, чистые. Ну и кассета непосредственно так же у нас вся она чистая, потому что мы прошлись щеточками. Чуваки, берите себе, мотайте себе на ус. Вот прям самое дешевое гуманное решение. Вот прям вообще отлично. Это вместо того, чтобы использовать вот это все. Дорогущее. Ну, одна щетка стоит, я не знаю, гривен 200, наверное, может быть даже 300. Одна щетка стоит. Зубные щетки вы просто выбрасываете, я вам напомню. То есть, ну, их можно использовать повторно. Теперь давайте глянем, что же у нас с грязной цепью, которая у нас была в калужке. Слышите этот хруст? Вот этот хруст означает, что там еще очень много грязи. Но мы сейчас промоем водички ее и надеемся, что он уйдет. Ну и да, баночки лучше иметь две. Чтобы растворитель не выливать, вы во вторую просто заливаете водичку и моете. А в другой у вас растворитель, который потом отстаивается, и вы используете его там по второму кругу, условно, когда все осядет. Но это будет не быстро. Так, закрываем и моем водички. Вот сколько на дне у нас, смотрите, еще грязи всякой мы вымыли со второй промывочки. Хорошо просушим. Ну, лучше, конечно, ставить на солнышке, там где-то в печку, куда хотите, можете засунуть, чтобы у вас было. У нас сейчас плюс 40 градусов, у нас сейчас она и так быстро высохнет. Просто мы для результата более-менее быстрого протираем это все салфетками. Звук чистоты. А давайте проверим, песочек вымыли или нет. Да, все отлично. Прошло минут, наверное, 20, на солнышке они полежали, они мгновенно, естественно, высохли, они же кипятищие были. И полностью две цепи, чистейшие, как я не знаю что, они, по-моему, с коробок сильно хуже, чем они сейчас являются. Просто две блестящие, чистейшие цепи. Следующий этап, это, конечно же, смазать цепи. Тут тоже есть определенные нюансы, смотря чем вы смазываете. Давайте начнем с того, как одеть цепь на велосипед, как провести ее по роликам. Не все, оказывается, знают. Значит, что мы делаем? Вот ролик ваш. У вас цепь после кассеты сразу не должна идти поверху этого ролика. Вот так не должно быть. Вы ее проводите вовнутрь. Главный момент, что сзади у вас на перекидке, ну, тут должно быть, вам видно, вот есть перемычка такая. У вас цепь должна идти не по ней, а за ней, то есть внутренней части. Вот здесь она должна проходить, и вот тут она выходить должна. Вот мы продеваем, и сразу за роликом, вот, у вас выходит цепь сюда. Вот таким вот образом. И потом во внутреннюю часть, сюда. То есть у вас цепь должна вот проходить снизу. Второй момент. Современные переключатели имеют также на роликах разные зубья. Один тоньше, другой тоньше. И вы можете просто не попасть. Ну, что будет, если вы не попадете, ну, у вас вот, видите, он просто никак не налазит. Прокручиваете ролик, и вот ваша цепь легла. На это тоже обращайте внимание. Вот. У вас четко легла цепь по всем роликам. И потом просто одеваете замочек, если вы его не потеряли. Замочек одеваем без инструментов. Он защелкивается легко. Можно инструментом его застегнуть, но в этом нет необходимости. Вот. И просто тянем цепь в обратную сторону. Все, у вас замок застегнулся. Ну, когда вы будете ехать, он еще там дотянется под нагрузкой. Цепь теперь, пожалуй, это самое чистое, что есть на этом велосипеде. Ее теперь за километр видно, что она чистая. Ну, прямо вот просто отсюда видно белоснежную цепь. Многие, кстати, не знают, что цепи на самом деле, они, ну, светлого цвета, не черные. Не, ну, конечно, у 2Х1, у СРМ бывают еще медные, бывают золотые, бывают бензиновые модные. Но не смейте туда, они стоят за 100 долларов и дальше. Зачастую все цепи, они просто белого цвета. Давайте смазывать. Не важно, какую вы собираетесь использовать смазку, парафиновую, масляную, там, тефлоновую, вы должны ее потрясти. Тут даже вот шарик есть, который вот разбивает все составляющие. Смажем парафином, масло отложим. Как смазывать? Существует много разных вариантов. Можете даже отварить в парафине цепь, если вы совсем безумный парень. Если вы, то в каждый пин можете капать, вот так вот. Если у вас хватит нервов, потому что их тут от 112 до 120, 114, ну, то есть 100 раз надо так сделать. 100. А можете как, Дмитрий Игоревич? Да, расход будет больше, да. Немного будет больше, ну, раза в два будет больше. Но, так как парафиновые смазки на самом деле не стоят очень много, а бегает очень хорошо, ну, на этот счет можно не переживать. Потом хорошо надо покрутить. И после того, как мы смазали парафином, любым, неважно, нам нельзя ехать сразу кататься. Это важный момент. Парафин же уже сам по себе же не жидкий. То есть здесь куча рассорителей, куча всякой гадости. Здесь еще и добавка стефлона есть. Поэтому, когда вы нанесли любую парафиновую смазку, потому что она в жидком состоянии, а не в твердом, вы должны дать постоятие, чтобы все рассорители улетучились. И у вас остался только один парафин, а не так, что вы смазали, поехали кататься через полчаса. И вся пыль, вся херня туда налипла, и у вас ничего не будет, никаких там 100 км пробега или более. Поэтому лучше всего парафин смазывать с вечера. А утром, на следующий день вы едете кататься. Это прям вообще идеально. Ну то есть не спешите. Но если вы спешите, ну пару часиков надо как минимум дать, чтобы она хорошо в теплой, хорошей комнате, или на солнышке, если на улице там в гараже вы смазали, выкатите, пускай оно просохнет. Тогда все будет окей. Это что касается парафина. С маслом все абсолютно по-другому. Масленные смазки нужно очень хорошо убирать потом с цепи, с поверхности с цепи. То есть нам смазка нужна только внутри пина. Она нам не нужна снаружи. Вся смазка, которая останется у вас с самооружием, масленная особенно, она насобирает все дерьмо, которое будет на дороге. И у вас будет черная цепь, она застрется. Поэтому когда вы смазали, вы должны идеально вытереть там тряпочка или салфеточка полностью с цепи, чтобы у вас вообще тут практически, ну в идеале ничего не оставалось, чтобы смазка была только внутри. Тогда она будет хорошо ходить, тогда только будет у вас успех. Если вы хотите вообще про смазки послушать больше, может быть что-то полезного, то напишите в комментариях, скорее всего это стоит отдельного целого ролика. Как смазывать, какую смазку смазывать, чем парафин лучше или хуже масла и так далее. Я могу об этом рассказать, тефлон, нужен ли он. Что вообще такое тефлон? Никто же может быть, наверное, даже не знает. Чем отличается универсальная смазка от неуниверсальной, чем отличается смазка сухой погоды. От влажной погоды можно ли мешать, можно рассказать. И единственное, что я еще хотел бы вам добавить, зачем вот этим вот заниматься, геморронич, чистить цепи и смазывать их нормально. Да как минимум у вас переключаться трансмиссия будет просто идеально. Просто как пушка, как будто у вас дорогущая трансмиссия стоит, как будто вы поменяли на лучшее. Когда она у вас чистая, когда она у вас свежесмазанная. Это прям вы сильно заметите. Ну и, конечно же, ваты, о которых мы говорили ранее, тоже никуда не уходят. На этом у нас все. Спасибо вам за просмотр. Лайк можно нажать внизу, там вот, и подписаться на наш канал, если вы новый зритель. И тут Дмитрий Игоревич Инстаграм. Там очень много чего интересного. И напишите в комментариях, как моете вы свои цепи. Моете ли вообще свои цепи? А я вам весьма рекомендую этим заняться. Каким способом это делать? Это уже вам самим, самим выбирать. Или платить деньги за дегризеры, которых тут, ну, мы вам показывали, какие хотите можете использовать. Главное, чтобы они были экологически чистые и не погробили травку. Или же вы можете использовать там колошку, несколько баночек иметь, выливать, сливать, заливать. И таким методом тоже чистить. Я приверженец того, что мне удобнее чистить цепи на велосипеде. Мне впадло их снимать, в банку, вот это ды-ды-ды-ды, вот это все делать. Мне лень. Мне проще это сделать здесь, как, в принципе, я вам показывал. Я пропшикал, щеточкой взял, такой или другой, безранец такой, протер, водой смыл. Все готово. Все отлично. Смазал и поехал кататься. Ну, кто-то любит снять цепи, в банку там ее на неделю оставить, чтобы все откисло. Пожалуйста, имеет право на жизнь. На этом у нас все. Всем пока.